Всем тихой ночи. Под роликом про проклятые игры от компании Аркадия многие высказали предположение, что игровой автомат Polybius тоже может иметь отношение к этой организации мира SCP. И правда, одна из самых известных и проработанных историй о проклятом игровом автомате. Она определенно должна иметь какое-то отражение в мире тайного фонда. Из этого ролика вы узнаете, что аномальный Polybius и правда имеет отношение к Аркадии, а вот с SCP он никак не связан. Когда-то Polybius имел свою страницу на сайте с номером SCP-034. Было это, правда, еще до появления нынешнего сайта фонда, потому что на ныне существующем сайте самого его создания, номер 34, занимает совершенно другой объект, обсидиановый нож. То есть на нынешнем сайте фонда Polybius не было никогда. О чем же тот самый старый SCP-034? Он был о том, что где-то в штате Орегон фонд решил проверить заброшенный зал игровых автоматов, про которые ходили мрачные слухи об умерших в нем людях. Внимание агентов привлек автомат с надписью Polybius, который, как оказалось, вызывает у игроков бессонницу, ночные кошмары и в итоге желание наложить на себя руки. На нынешний сайт SCP-034 объект этот не попал, зато есть очень похожий SCP-1881. По сюжету этого объекта после сообщения о том, что семеро подростков умерли во сне после посещения зала игровых автоматов, агенты фонда решили посетить странный аркадный зал и выяснили, что все жертвы играли за одним и тем же устройством. Дальнейшее его изучение показало, что автомат этот вызывает тяжелые ночные кошмары, галлюцинации и смерть. Вроде бы SCP-1881 похож на Polybius, но не совсем то. Да и в самом объекте это название нигде не упоминается. Порывшись в обсуждениях на сайте, я в целом так и не понял, почему тот самый проклятый игровой автомат не включили в список SCP. По большей части пишут, что статьи SCP должны быть оригинальными, а история Polybius это городская легенда. Странный довод, ведь объектов на основе городских легенд в SCP очень много. В том числе есть объект по достаточно известной истории человека-мотылька, а это очень популярная и проработанная легенда, по которой есть даже фильмы и книги. Порывшись в самой этой истории Polybius, я понял, что уже упомянутый хаб Аркадии, хоть и не говорит о ней напрямую, но связан с ней на очень глубоком уровне. Разберемся, что к чему. Оригинальная история рассказывает, что в начале 80-х годов, когда игровые автоматы в Америке стали самым популярным развлечением среди подростков, одна конкретная игра была не просто популярна. Игроки сходили по ней с ума, в самом буквальном смысле слова. Где-то на окраине Портланда, в неприметном зале игровых автоматов, стояло игровое устройство, за которое мечтал усесться каждый подросток. Но также это устройство вселяло почти животный ужас, потому что играть в него осмеливался не каждый. Сама игра была набором крайне абстрактных загадок. Одни непонятные картинки в игровой машине сменялись на другие, и не всегда было ясно, даже в чём вообще суть игрового процесса, и что делает играющий. Однако для того, кто играл, действие было наполнено смыслом. С теми, кто осмеливался сыграть, происходили разные необъяснимые вещи. Кого-то сразу начинало тошнить, у кого-то страшно болела голова во время игры. Некоторым потом снились кошмары. Были и такие, кто после игры бесследно пропадал. Также в оригинальной истории была интересная деталь. Согласно городской легенде, к автомату время от времени подходили люди в чёрных костюмах и подключали к нему какие-то свои устройства. Они никогда не забирали мелочь из монеты приёмника. Они лишь скачивали какие-то файлы, что-то меняли в программе устройства и записывали имена, которые светились в таблице рекордов. После их визита игра немного менялась, а её свойства становились всё более страшными, пока не дошло до того, что игроки стали просто пропадать прямо во время игры, или умирать, не отходя от страшной машины. Когда счёт жертв пошёл уже на десятки, пропал и сам автомат. Говорят, его унесли те самые люди в чёрном. Идеальная история для сайта SCP, если подумать. В своё время этой легендой заинтересовалось множество человек. И ведь история эта, во всяком случае на первый взгляд, не была какой-то рекламной кампанией или мистификацией, как это часто бывает. Это была настоящая городская легенда из тех, что люди рассказывают друг другу. Кстати, главная часть истории – это само название Полибиус. Это имя древнего историка, который родился в местности, названный как Аркадия, что довольно символично. Не только тем, что так назван Хаб SCP – пропроклятые старые игры, но и тем, что это аркадный автомат, названный именем историка, родившегося в Аркадии. Окей, казалось бы обычная крипипаста. Немного попугались и забыли. Так нет. Многие коллекционеры аркадных автоматов продолжают его поиски. Находятся и такие собиратели игровых редкостей, которые утверждают, что игра у них есть. Только вот они, конечно же, её не покажут. Ни один из тех, кто заявил о том, что у него есть Полибиус, так его и не продемонстрировал. Некоторые люди ищут рациональное зерно в этой истории. Например, есть такое утверждение, что в залах с игровыми автоматами часто продавали вещества. Отсюда и все эти эффекты, которые якобы проклятый автомат оказывал на людей. А люди же в чёрном были полицейскими под прикрытием. Они якобы устанавливали скрытые камеры в игровые автоматы, чтобы следить за разными тёмными личностями, которые заходили в аркадные залы делать свои тёмные дела. Также некоторые обычные игровые автоматы, нелегально модифицировались для того, чтобы в них возможно было играть в азартные игры. И за такими устройствами также следили сотрудники государственных организаций. Такая обстановка и правда служит отличной почвой для теории заговора. И, конечно же, они есть. Теории, говорящие о секретных правительственных экспериментах, по влиянию на сознание играющих, в которых использовался игровой автомат Полибиус. Тем более, что американские военные 80-е годы действительно заказывали для себя игровые автоматы, имитирующие работу различного военного оборудования, на которых солдаты играли и обучались одновременно. Может, Полибиус был создан специально для наблюдения за аркадными залами, что, учитывая всё, что там творилось, вполне имеет смысл. Какой-то человек в 2017 году даже подавал запрос в ФБР, пытаясь узнать, известно ли им что-то о таком автомате. И ответ был таков, что никаких записей о игре Полибиус у государства нет. Так был ли когда-то такой автомат? В интернете упоминание Полибиуса появилось в марте 2000 года, на сайте коллекционеров старых игровых устройств. В целом, на странице Полибиуса с этого сайта был пересказ уже упомянутых городских легенд. Утверждалось, что аркадный автомат изготовлен очень маленькой партией и встречается в мелких игровых залах в пригороде города Портленда. Из интересного тут написано, что найден ром, то есть программная часть этого устройства. Что же это за ром такой? На удивление, таких ромов с игрой существует достаточно много. Однако, как нетрудно догадаться, все они созданы умельцами после появления истории в интернете. Наиболее популярная игра, которую часто выдают за тот самый Полибиус, была сделана командой независимых разработчиков, которая называется Rogue Synapse. А ещё я нашёл, что статья 2000 года была скопирована с другого сайта, где появилась в 98-м. И уже на этом сайте показана картинка со стартовым экраном автомата. Позже на сайте Клофф появляется изображение самого автомата Полибиус. Оно чёрно-белое, и из него мало что можно понять. Зато на том же сайте есть некоторые новые подробности. Вот пишут, что по слухам автомат проработал всего месяц. На той же странице, кстати, представлен достаточно скептичный взгляд на эту историю, что, мол, стартовый экран скорее всего нарисован в фотошопе. А фотография автомата настолько плоха, что из неё мало что можно понять. Почему-то все люди, которые находят что-то загадочное, носят с собой камеру где-то в века 19-го, судя по качеству съёмки. В общем, вся история Полибиуса это, скорее всего, вымысел. Но зато знаете, что не вымысел. Сама организация Аркадия. Та самая с сайта SCP. Когда я рылся на сайте с фотографией Полибиуса, я заметил странную ссылку. Ссылку на организацию под названием Аркадия. Она занимается тем, что проводит выставки старинных игровых автоматов, изучает историю видеоигр. Что снова забавно, ведь Полибиус это всё ещё имя древнего историка из Аркадии. Она не только существует, но имеет очень много общего с тем, как она описана на сайте SCP. Она сама находится в Портленде. Она также, как и в SCP, пережила несколько перерождений. И особенно меня позабавило то, что один из их слоганов говорит, что они исследуют магию видеоигр. На сайте с историей компании нас сразу встречает изображение приставки Atari. Так что у меня сложилось впечатление, что человек, который писал хаб SCP про Аркадию, создавал его копируя прямо с этой страницы. И при этом эти люди говорят, что они не сделали SCP-объект на основе Полибиуса, только потому, что это существующая городская легенда. А вообще, что если весь хаб Аркадии создавали сами сотрудники Аркадии реальной, но чтобы себя пропиарить? А может и всю историю Полибиуса придумали они же? Звучит это логично. Компания Аркадия, которая находится в Портленде и коллекционирует старые аркадные автоматы, запускает через коллекционеров игры легенду о редком проклятом игровом автомате из Портленда. Люди, интересующиеся старыми играми, едут со всего мира в Портленд искать диковинный автомат, а там огромная выставка старинных аркадных устройств. Так или иначе, это всего лишь теория. И игровая. В смысле, конкретный источник легенды о проклятом Полибиусе до сих пор не найден. Так что кто знает, может он и правда где-то есть. Стоит в каком-нибудь заброшенном игровом зале и дожидается, пока его кто-то найдет. Всем пока!